Что у тебя осталось убирать? Сахарная свекла 58% убрана, идем в графике, по погоде убираем. Кукуруза, если в целом, то порядка 70%, но на силос уже 87%. Сейчас немножко напрягает темпы поднятия зяби, 22%. Но я думаю, что сейчас техника будет освобождаться, ускоримся. Ну и сейчас мы убираем еще... А какой сейчас силос из кукурузы? Что сегодня можно получить из этой сухой кукурузы, которая уже перемерзла даже у него? Но на востоке и на севере какой сейчас силос? Поговори со специалистами. Сегодня надо оставшуюся кукурузу убирать на зерно. Но это же надо убирать. Это надо убирать, не надо ждать, что у нас до конца ноября будет стоять погода. У тебя осталась одна неделя погожих дней. Примерно таких. Одна неделя. Все остальное, выпадет снег, ты не сможешь убрать. И я тебе предупреждаю, упаси Господь, хоть где-то в стране пойдет под снег кукуруза, которую мы оставили на зерно. Я знаю, что говорю. 10 часов, 11 час. Я не увидел ни одного комбайна в поле, который бы убирал кукурузу. Ну ладно, комбайн для уборки кукурузы. Но я не увидел ни одного трактора, который бы под зябь поднимал почву. И потом впечатление. Я же не первый год президентом. Я, наверное, эту землю истоптал, дай бог. Как только границу пересекли, Минской и Гродненской области, как другое государство приехали. Задача, если в течение недели в крупных хозяйствах на вспашке зябь не будет два трактора, а в средненьком, малом один трактор, прежде всего энергонасыщенный, работать не будет никто. Расслабились, дальше некуда. Где энергонасыщенные тракторы? Мы же тысячи тракторов поставили в прошлом, в этом году энергонасыщенных. Чем они занимаются? Объясни мне. Вот сейчас. Они что, кукурузу убирают? Да нет, они не убирают кукурузу. Поэтому конкретная задача, хоть президенту не дело вмешиваться в это. В каждом хозяйстве, крупном, какое бы оно ни было, два трактора на вспашке, с завтрашнего дня советую. Сегодняшний. В слабеньком хозяйстве и прочее, надо оторвать один трактор и пахать, пахать. Прежде всего, пожнивные остатки от кукурузы. Мы застыли, мы успокоились. А весной, сколько будет работы? Мы же не успеем. Поэтому подъем зяби, уборка кукурузы на зерно, немедленно, с утра до ночи. Не надо ждать, что кукуруза высохнет. Сделаем, Александр. Это нетерпимо. Ни один губернатор не будет работать, если в этом году зяб не будет поднята. И ты тоже не расслабляйся. У тебя первая проблема солома, текущая, тактическая. Но стратегическая мелиорация. 10 гектар поля. Идет канал. И от канала ты уже его не пашешь. Да тебя не похоли, ты не пашешь. И вот так потихоньку, потихоньку природа отвоевывает эти почвы. А они нам нужны. Это надо спасти, понимаешь? Это надо спасти. А Минской области передай. И это они услышат. Если они сегодня не выполнят то, что я сказал, там, кстати, целый Косиниц ответственный. Там и Саченко ответственный. А это два бывших губернатора. Поопытнее, чем ты. Так? Конечно. И третий есть действующий губернатор. Фамилия его? Турчин. Турчин, знаешь. Хорошо. Передай Генриховичу. Пусть троем садятся. Потому что лучше пусть сядут троем и определяться, что надо делать в соответствии с моими указаниями, чем потом стоять передо мной и чего-то объяснять. Мне здесь не экономика уже нужна, а организация. И пусть начинают работать. Минская область – это, понимаешь, полстраны. И все мне рассказывают, как они будут работать в Крупках или в других районах. Не надо мне это рассказывать. Я знаю. Надо организовать дело, чтобы гудело и шумело сейчас в полях. Ибо останемся без хлеба.